Игроки мира кораблей получили, возможно, лучший инструмент для улучшения навыков игры и заработка игровых ресурсов. В это сложно поверить, но это новая реальность обновления 13.3. И сейчас я расскажу больше, как разработчики заставляют игроков выбирать правильные снаряды, учат правильному маневрированию и поощряют крысятничество. На свете, кстати, ваш лоцман виртуального флота GetFun, а этому ролику очень нужны ваши лайки. Но перед началом прошу, напишите в комментариях, какие эмоции вы испытываете, когда на фланге, лишенных явных угроз, союзники не жалея себя оберегают остров вдалеке от сражения, несмотря на силу своих кораблей. Лично меня это напрягает и заставляет идти на повышенный риск, потому что такая ситуация чаще всего указывает на приближение поражения, когда слабый фланг отступить не может, а сильный почему-то не может продвинуться. Такое поведение я объясняю в том числе слабым пониманием игроками возможностей собственной техники. Но режим к высотам мастерства создан для того, чтобы изменить эту ситуацию, ведь проходя его, игрок разберется с пятью ключевыми механиками, из которых состоит любой рандомный бой. Тонкости нанесения урона, критических ударов, выживания против торпед и вражеских залпов и быстрое добирание шотов. Выделенные задачи под отдельные соревнования и реализация всего этого в формате королевской битвы – это гениальное решение, чтобы помочь новичку разобраться пошагово в каждой из них, а ветерану получить от старых механик новые впечатления. К примеру, на стриме, внезапно осознав способ набития цитаделей, несмотря на малый калибр легкого крейсера, был погружен более обычного в бой за первое место, хотя на начале думал, что все потеряно. Меткость стримы. Попадите цитадель кораблей как можно больше раз. Для моих стволов. Это жопа, ребята. Это жопа. Но так как канал смотрят в основном ветераны, не буду утяжелять ролик дополнительными нюансами. Ну а если вдруг у вас возникли проблемы с прохождением, рекомендую заглянуть в видео по механикам, которое я выделил в телеграм-канале про ключевые нюансы выживания и нанесения урона. Ссылочка ждет в комментариях. Дальше же я попробую объяснить, чем был заслужен такой хвалебный отзыв этого режима. Во-первых, мне очень понравилось, как диктор объясняет основы задачи и пути решения. Чтобы избежать урона, изменяйте скорость, разворачивайтесь носом к залпу. Поталкивая игроков к минимальному уровню, необходимому для этого режима, который, как мне кажется, есть опять же не у всех моих союзников. Плюс, пытаясь улучшить результаты, игрок будет вынужден принимать правильные решения, чтобы повысить свою эффективность. Например, переход с фугасов на бронебойные снаряды значительно повысит шансы на победу в соревнованиях по урону, даже если вы играете на крейсере, и этот навык очень бы пригодился многим моим союзникам. Ну а чем дольше игрок будет пытаться продолжать победить, тем больше навыков он сможет развить, в том числе и выцеливание оконечности корабля и предсказывание движения противника. Как по мне, данный режим стократно лучше подготовит к рандому, чем кооператив, из-за чего я бы хотел, чтобы именно этот режим ввели для песочных кораблей. Окажется ли вам такая идея перспективной? Во-вторых, режим королевской битвы добавляет спортивный элемент, который заставляет даже ветеранов возвращаться за добавкой. Ведь в каждом раунде у противников есть шанс стать сильнее из-за особенностей выбранного класса, что создает азарт в попытке сохранения превосходства. Особенно накал страстей чувствуется в соревнованиях на торпедные супы, совмещенные с гонкой. Лишь при сохранении цели движения и внимания к окружению с прогнозированием курс корабля и торпед помогают пройти это испытание. А сделать это в торпедном супе ой как непросто. В-третьих, различные цели и коэффициенты для крейсеров и линкоров позволяют улучшить свои навыки чтения карты и время реакции, что, как мне кажется, и помогло мне выиграть соревнования в Цитадели на легком крейсере. В-четвертых, заработок серебра. Он в этом режиме аналогичен хорошему нагибу в рандоме, но при этом уровень сложности выполнения задач несоизмеримо меньше. Поэтому, если у вас не так уж и много времени на игру, то режим все равно остается отличным вариантом геймплея, который все равно принесет достойные награды. Единственное, что я не понял, как не старался, какую цель несет за собой соревнование на воровство фрагов. Где в рандоме такое кресятничество может пригодиться, а? Ведь по условиям соревнования не столько подталкивает на фокус противника, сколько подталкивает на выжидание момента, когда наш залп станет последним и решающим. Но это лишь цветочки, а настоящая проблема режима заключена в том, что несмотря на создание крутого концепта, была допущена весьма неприятная оплошность. Практически полностью был упущен крайне ценимый сообществом аргумент мотиваций. Награды в Адмиралтействе просто не выдерживают критику. Каленбург невозможно получить, не вложив достаточно большое количество дублонов, а учитывая объявление о возвращении Ленина, думаю, многие игроки решат приберечь дублона до 9 мая. Да и сам корабль, как я рассказывал в обзоре, получился не настолько уж впечатляющим. А другие награды, ну, серьезно выглядят мусором. Из вкусного лишь ящик лесты, в который есть шанс получить премиум корабль. Только вот количество получаемых жетонов настолько мало, что их хватит только лишь на одну коробку. Из-за этого я опасаюсь, что как только новизна режима иссякнет, онлайн уменьшится, что приведет к очередям и уменьшению количества по-настоящему интересных соревнований. А поскольку режим игры так сильно зависит от онлайна и качества участников, надежды на внедрение механики режима для новых игроков в песке кажутся маловыполнимыми. А что про данный режим думаете вы? Пробовали ли вы в нем занять первое место и как часто получалось? Делитесь в комментариях. Я же на этом закругляюсь. Надеюсь на ваши лайки и подписки. И благодарю зрителей, чья поддержка сохраняет канал на плаву. В особенности это касается короля Марии Чинчипоса, морских драконов Дегет и Сруль, а также адмиралов Константина Пучкова, паранойка Алексея Емельянова, Дмитрия Виноградова, Костя Ктошлыкова, Михаила Рубцова, Денчика Иванова, Тёмка Заринова, Гарибальде, Башу, Бесмаркчан, Антона Сучкова, Максима Антюхина и Ромчик Грузинск. Желаю крепкого здоровья, комфортного рандома и ярких, незабываемых боев. Пока-пока и до связи в новых видео на ТВ Етфан. Субтитры создавал DimaTorzok